Сегодня будет немного другой формат, потому что GoPro не хочет работать. И поэтому лучше сделаем все немного по-другому. Собственно, 8 утра, светло, туман, резкие перепады температуры, конечно, дают о себе знать. Сейчас даже печку, наверное, включу, потому что что-то окна запотевает хорошо. Что сегодня хотелось бы обсудить, анонсировали. Кстати, да, я, наверное, буду отсвечивать очень хорошо, потому что у меня здесь солнце прямо в лоб. Тем не менее, появились слухи о том, что будет Volkswagen Tiroc R. Ну, сама буква дает о себе знать, скажем так, дает понять, что это будет за вариант. Будет 300 лошадей под капотом, под капотом данного маленького небольшого паркетника, что, скажем так, впечатляет. Потому что раньше 300 лошадей, конечно, было не получить за такие деньги, а сейчас вы получите с полным приводом и все дела. Ну и другой нюанс, который, опять же, сам на себя намекает, это то, что там будет явная начинка с кальфа R-ной версии. И, как бы, здесь уже под вопросом становится то, что будет самим кальфом, потому что, разумеется, иметь две одинаковых модели, это не очень хорошо. И наверняка какую-то из них отсекут в дальнейшем. Ну и более вероятно то, что не будет кальфа. И это уже, как бы, немного огорчает, потому что, явно, машина с высоким центром тяжести и прочим, и прочим, и прочим, не будет шустрее, чем гальфак. Старый добрый гальфак. И здесь будет, конечно, интересно посмотреть, как Volkswagen выкрутится из этой ситуации. Тем более, учитывая, что новое поколение гальфа выходит совсем скоро. То есть, или будет более мощный вариант, или же просто о нем благополучно забудут и оставят GTI просто. Конечно, обидно будет, если GTI только останется. Ну, как есть. Сам T-Roc, конечно, тоже не совсем однозначная машина, потому что, ну, паркетник, это громко сказано про него. Это просто хэтчбэк, у которого вставили подвеску повыше. Сделали ее более козлящим, скажем так, и все. На этом все, больше других каких-то особых изменений нет. Потому что кузов там какой-то другой, это дань моде. Я не бы сказал бы то, что оно как-то влияет вообще на восприятие модели. Тем более, по-моему, он по габаритам даже меньше, чем гальфак. Поэтому, не знаю, увидим. Сама машина вроде бы по стоимости ожидается то, что будет стоить как... Чуть-чуть дороже, чем гальфак. Гальфак сейчас, насколько я помню, 40 штук стоит. То есть, вот от этого уже стоит рассчитывать конечную стоимость... Ох, как хорошо светит солнце. А, конечную стоимость Тирока. Конечно, все это хорошо, но мне больше всего жалко то, что с Тирока убрали. Который был намного лучше, чем то, что мы видели до этого. Но машина почему-то оказалась не очень популярной, поэтому ее отсекли благополучно. Просто больше всего настораживают, как бы не начали отсекать все легковушки, потому что... Ну, скажем прямо сейчас одержимость паркетниками. И поэтому, кто знает, может быть, как раз такая же судьба постигнет и гальфак. Ну, на этой не очень радостной ноте, конечно, можно закончить сегодняшнюю утреннюю сессию, скажем так. А потом, когда GoPro будет заряжена, можно будет поговорить о других новостях. Не забудьте поставить лайк и обязательно подписывайтесь, если видео понравилось. И, естественно, увидимся в следующем видео, как обычно. Пока!